Мы поговорим о том, почему же Коломенскую круглую наугольную башню сейчас называют Маринькиной башней. И вот это название связано с теми тайнами и легендами, которые хранят все системы. С начала 17 века случилось так, что на российский престол не осталось законного наследника. Единственный закон о наследнике Ивана Грозного, старевич Дмитрий Пахик, при таинственных обстоятельствах, еще в малолезстве, в углече, не забьют. И это привело к появлению множества самозванцев. И вот в Польше появляется человек, который называется царевичем Дмитрии. Заявляет, будто бы убили совсем другого мальчика, а его спятали, спасли. И вот теперь он вырос и пришел, чтобы занять законное место на российском престоле. Ему верят. Сандомирский воевода, Бежим Мишек, дает ему небольшое войско, немного казны для того, чтобы он убылился в Москве и во всем на российском престоле. Но с одним единственным условием, чтобы дочь Марина, вот такой при жизни отбратью художник, стало ни много ни мало отцарить всемосковский. Не просто женой царя, а полноправной царицей, которая могла бы задавать указы, скорать и милость своей войны. И вот Дмитрий с Мариной появляются в Москве и встречаются с хлевым солью. Вот Дмитрия признают законного наследника, корону на царство. А вот с этого момента за Маринка потянулась такое прозвище. Ведьма. Колдунья. Дело в том, что она была католичкой, и при коронации она не сменила свою веру в предание. Как осталось католичкой, кто ни до нее, ни после нее на российском престоле не было никогда. Ну и может быть еще из-за того, что по слухам, Маринка впервые на Русь привезла такой столовый прибор, как вилка. Но народу зрело тут грезутся. Промысел сатаны, так звать ее ведьмы, колдунья. Вот проправили они недолго. Через две недели в Москве случается бунт. Царя Дмитрия убивают. Его долго таскают в привязанном плоскохе по Москве. После чего сжигают на лужном месте. Брат затолкивает пушку и выстреливает в сторону Польши. Со словами, иди туда, откуда пришел. Маринка остается жива. Логичнее было бы ей вернуться домой в Польшу. Но, видимо, она была из тех людей, которые единожды, впустив власть, не захотелось с ней расстаться. Как она писала в своих письмах, я, будучи царицей московской, быть простой шляпсинкой не хочу и не буду. И до последних дней подписывала свои письма не иначе, как Марина, царица московская, она продолжает бороться за московский престол. Примыкает к лагере человека, которого мы знаем уже как Ложидмитрий II, в надежде вызвать его за спасенного во время бута царя Дмитрия. Но это у него не получается.